всем привет дорогие друзья вы на канале пока шварим сегодня среда и гриль рецепт что же мы сегодня приготовим хотя по подсказку же есть здесь чтобы вы понимали вот это баран а вот это прованс и готовим мы сегодня баранью ногу прованс я погорячился называть это конечно ногой барана целую ногу мне не удалось купить то есть по идее эта штука она должна быть еще длиннее то есть вот здесь вот еще часть и косточка да как бы продаются вот так вот ну что же я могу поделать это окорока это в общем то на самом деле на и основная часть ноги баран ну что ж здесь больше всего мяса и это самое вкусное у меня таких 2 кстати первое что нам надо сделать это по возможности избавиться от пленочек сверху чтобы дым потому что мы бы немножко коптить чтобы жар без болезненно проходил к мясу так без фанатизма только вот то что сверху будет мешать прохождению ароматов мы убираем довольно сложно это конечно делать с бараниной можно на это вообще на забить но я поступлю так мы в каждый из этих кусочков довольно часто довольно компактно будем втыкивать всякие вкусняшки типа розмарина типа чеснока оливок и так далее поэтому нам надо наделать в мякоти отверстие на расстоянии где-то два сантиметра делаем такие вот прорезы ножом в мякоть на глубину хотя бы сантиметр чтобы туда это можно было вставить конечно нож можно взять и потоньше но меня такой здесь есть все пока мясо откладываем в сторону чтобы сильно не замарать стол я застелил фольгой сделаем натирочную смесь где-то столовая ложка соли крупной столовая ложка прованских трав у нас здесь базилик орегано в общем столько всяких вкусняшек и черный перчик ну приблизительно чайная ложка уходит все перемешиваем мясо хорошо смазываем оливковым маслом естественно засыпаем нашей натиркой в проколы которые мы сделали мы туда напихаем вкусного розмарина сначала порежем оливки ну наверное так вот вдоль на половинке как раз нам хватит чтобы впихнуть чесночок нам надо сделать вот такие вот зубчики размером приблизительно с оливки так тоже было удобно впихнуть внутрь и подрезаем розмаринчик а чтобы вот опять-таки вот соцветиями туда все это впихивать и теперь в разнобой то есть в одно отверстие одна вкусняшка добавляем все что мы нарезали но вот так вот все в принципе и она фаршировал все в разнобой кое где розмарин с оливками правда я мешал но нормально так причем розмарин я старался максимально туда углубить то есть понятно что красиво когда торчит но гораздо эффективнее когда розмарин будет как бы внутри поэтому так вот запихивал и закрывал чтобы он там отдавал свои ароматы сейчас наша задача подготовить гриль замочить щепку потому что немножко мы будем коптить все-таки и готовить мы будем на непрямом гриллинге то есть по бокам будут угли в середине будет мясо мясо будет как бы вот как бы томиться внутри гриля наша задача подготовить гриль именно для этого способа лучше конечно использовать брикеты но у меня угольки только есть тоже сойдут распределяю по чашам и зажигаю газ для розжига я немножко добавлю масло все это быстрее загорится обычное растительное масло вот видите маслица загорелась и все ждем пускай разгорается ну все начинается самое интересное мы закидываем щепки вот так по бокам влажненькой топ-топ и на середину выкладываем мясо теперь дело за малым нам надо это все приготовить до состояния наверное медиум ре может быть медиум то есть градусов 60 внутри чтобы мясе было может быть чуть-чуть опять таки больше все тут по желанию баранину можно так готовить но контролировать температуру внутри это желательно поэтому термометр иметь нужно готовится будет в общей сложности где-то часа полтора периодически будем подсыпать уголька потому что уголь будет выгорать да и конечно щепочку раз в полчаса понемножечку от души готовим то вот прошло полчасика самое время немножко добавить ведь и мясо уже приобретает характерный цвет я добавлю немножко щепы так вот желательно не обжигаясь и чуть-чуть уголька буквально вот по горсти и все еще у нас по часа есть все вот а ночью две крутые ляжки ну вот и все какие-то полтора часа, реально, больше полутора часов я не делал, и мясо готово. Готовилось это все где-то при 100, наверное, 70-180 градусов. Примерно так. Все, момент истины. Да, отлично все. Мясо не получилось таким мягким, чтобы оно прям таяло во рту. Его надо все равно пожевать, ну, потому что полтора часа это не то время, за которое мы можем мясо продамить. Могли бы это сделать, конечно, там, при 90 градусах, я не знаю, часа 4 в фольге, могло получиться по-другому, но тогда бы не получился вот этот эффект, ну, действительно, настоящего мяса. По ароматам все здорово, ребята. Спасибо, что были на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь, и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok